те что мы платья показываем с конкурса это не потому что эти платья победили просто мы решили много платьев показать нам очень много чего понравилось оля очень довольна этим платьем которые есть края с драпированным воротником и очень нравится модель очень стильно смотрится вот просто две одинаковые детали осмотрится просто роскошно модно потому что как бы идея сама очень хороша вот с этим драпированной одной стороной вот здесь вот мне очень понравилось вот такое платье. Ну, конечно, рука буду делать не длинный, а три четверти. Но тоже со сборью его вот здесь вот. Ну и, естественно, оно там было без шва, а я, естественно, сделаю со швом. Мне очень понравилось, что здесь стойка, вырез, пару защипчиков, подрезы на рукавах, стоечка стоячая, вшивная, вот такая вот стоечка. Еще раз как раз повторим про такую стоечку. Вот такое очень хорошее платье для осенне-зимнего периода. Автор платья Татьяна Козлова, город Кострома. У нас очень большое количество эскизов, мы еще будем работать со всем этим. Вот наш эскиз. Вот мое платье номер один. Цельнокровенное платье с рукавом номер один. От этой выкройки я строила еще 10 платьев. Три платья по этой выкройке у меня отшито. Первое номер один темно-синее, потом такое пудровое с хомутом с остающими карманами. И платье солнца, которое вот тут с таким ровным вырезом под линейку. И вот теперь я решила еще сделать себе по этой выкройке вот такое платье. Как бы вот такое платье очень хорошо. Здесь стоечка, как бы оно такое очень аккуратненькое. И в то же самое время кажется простое. Я очень люблю простые модели. И в то же самое время немножечко все-таки надо чуть-чуть здесь знания приложить, чтобы его смоделировать. Модель очень мне понравилась. Очень. Начнем с того, что у нас здесь ширина горловины 8 сантиметров. Нам нужно, чтобы вот эти точки основания стойки прилегали все-таки к шее. Если у нас там было и 9, и 10, и такие выреза были вдаль от шеи, это было нормально. Вот здесь у нас ширина горловины, ширина ростка 8 сантиметров. 8, не больше. Начнем вот с этого вот подреза. У меня от плеча до начала подреза 30 сантиметров. То есть я хочу, чтобы подрез был, ну такой как короткий рукавчик. Как это все сейчас сделать, я вам покажу. 30 от начала шеи, 30. Ну придется нам еще немножко удлинить рукав. Нет, возьму я 28, повыше немножко. Тоже сильно длинный рукав не хочу. Я все-таки решила, что это платье себе это шьет. Сложите вот так плечевой шов, переходящий в рукав. Плечевой шов, переходящий в рукав. И поставьте вот так вот равномерно линию разреза. Подреза, не разреза, а подреза. Чтобы они все-таки были одной линией. И подрез у нас будет, ну 10 сантиметров отсюда. И 10 отсюда. Вот это место, ну не хочу, чтобы было прямо над самым локтем. У меня от начала плеча до начала подреза 28 сантиметров. Вот здесь вот. 10 сантиметров мы вот так вот надрезаем. В одну и во вторую сторону. Спиночку пока убираем. У нас будет больше моделирования все-таки с полочкой. И пока ничего не делаем. Помните, как мы делали подрез вот здесь вот на плече? Вот здесь сейчас прибавим сантиметров по 5, вот так вот. И потом это сошьем, это сошьем. А вот это расстояние большое уложим вот в этот участок. Здесь у нас за счет вот этой прибавки, которую мы здесь делаем, вот здесь вот появятся какие-то там защипчики немножко, вот так вот. Ну пока мы ничего не прибавили, мы на ткани вот здесь будем прибавлять. Вы все увидите. А, это спинка, нет. Полочку берем. Теперь надо положить так ткань, на ткань выкройчку, чтобы у нас сверху оставалось сантиметров 10 на стойку. Ну и здесь сантиметров 8-10 вот на эти вот защипчики. Ну вот так вот примерно. С подрезом мы определились, вот он у нас на рукаве. Сейчас с вами прорисуем стойку вырез сначала. Какая же гениальная вот эта выкройка, сколько же по ней можно сшить одежды. Это мы еще не дошли до блузок, всяких кофточек. Длину удлиним сантиметров на 5. Я, конечно, специально синим делаю, чтобы вы... Видели? В жизни, конечно, нельзя писать синим мелом. И здесь прибавим сантиметров 6. Вот эта нижняя часть у нас сантиметров на 6 прибавляется. Это для того, чтобы нам сделать вот эти вот складочки. Вот эти вот складочки. Хотя бы 2 складочки по 3 сантиметра. Вот так у нас получается. Вот наша прибавка на складочки. Сейчас мы с вами построим стоячую пришивную стойку, переходящую в вырез. Видите нашу горловину? Вот примерно ее разделили пополам. Ну, приблизительно. Прямо там не считайте, а вот так вот. Вот с этого места можно делать стойку. Ниже, если вы будете ее отпускать, она не будет давать ей тут стоять. И вверх надо смерить росток, но я никогда не мерю. Беру сантиметров 9-10, а потом ее всегда отрезаю лишнюю. Вот так, прямо вверх. От этой точки прямо вверх 10 сантиметров. Под прямым углом. Ширина. 4 сантиметра. Это без припусков на швы. 4. Видите наша вот эта отметка, да? Немножечко ее, немножечко вот так вогнутой делайте, немножко скругленной. Вот наша отметка. Как бы делить горловину пополам. Вот мы делали, делали. Здесь она ровная, ровная, ровная. А здесь как бы вот такая чуть-чуть вогнутая. Ну и то даже вот не совсем ее вот так увидим. Вот так немножечко более вниз. Смотрите, я поставила примерный размер своей высоты груди. Значит, чуть выше. У меня вот так вот. Сколько я обычно я спускаю сантиметров, вот эта точка от еремной впадины. Ну, примерно там 13. Да, 13. Вот от начала 13. Вот наш вырез. Я сейчас начну кроить, вы все увидите. Сейчас объясню. Дальше еще сейчас будем моделировать. Ну, просто пока объясняю вот этот узел. Вот наш вырез. Вот он вырез. Переходящий в стойку цельнокройную. И уходящая вот эта часть прищется в росток, в спиночку. Она вот так вот развернется. И таким образом вот такая получится у нас стоечка. Она очень хорошо обычно лежит вдоль шеи. Если вот эта точка правильно построена. Теперь нам нужно тут парочку защипов поставить. Хочется, хочется мне вот так вот. Хочется. Прямо с выреза. Ну, у нас повыше, потому что как бы, ну, вот так, да. Прямо с выреза. Вот такой небольшой подрезик. Сантиметров. Ну, пусть будет 11. От выреза. От начала выреза. Логически размышляйте вырез. Стойка. Стойка, переходящая в спинку. Но нам еще нужно построить вот эти вот. Я поставила тут разрезик. Сейчас я уже не имею права резать сразу на ткани, потому что здесь нам ткань еще пригодится. А я беру вот так вот, вырезаю. Вот так вот. И развязаю наш подрезик. И где-то вот так немножечко под грудью делаю еще один подрезик. Ну, не очень такой глубокий. И вот отсюда два небольших защипа. Ну, вот хотя бы вот так вот, да. Вот эти защипчики заложим. Вот тут хотя бы два защипа, но мы сделаем. На мою грудь как бы их не обязательно делать. А сейчас я вырежу полностью всю же деталь. Будьте внимательны. Вот это я не буду на ткани разрезать. Только вот это. Это я здесь надрезала для того, чтобы нам раскрыть под драпировку. Смотрите. Шовчик здесь, конечно, будет 0,5 вот так между собой. Центр переда. Центр переда вот тут немножко склонился. Поняли, да? Вот у нас один защипчик. Вот второй защипчик. Будьте внимательны. Из нашей выкройки номер один. Здесь мы на пять прибавили, здесь на шесть. Это же нам нужно будет для второго рукава. На шесть и еще сантиметр прибавим. И когда второй рукав сейчас будем кроить, не забыть прибавить. И тут пять, а тут шесть плюс один на шов. Убираем. Точно так же мы сейчас вырежем спинку. Посмотрите, как удачно, что мы с вами надсечки сделали наших защипчиков. Надсечка с надсечкой. Вот у нас получается два абсолютно вот таких небольших, но все-таки защипчика. Да. Смотрите. так а здесь шов у нас будет 0 5 но мы сейчас пока не сметываем просто посмотрим и он будет заканчиваться вот так тоненькой как бы вытачкой очень много где такие приемы можно использовать будьте очень внимательны очень вот мы получили нашу стойку наш вырез и наш разрез а сейчас приступим иск раскрыть спинки убрала выкройку сейчас вернула забыли вот этот прорез сделать на рукаве 10 сантиметров наш вот точно также здесь вот эта часть у ляжется вот эти точки соединяться а вот эти излишки пойдут защипы причем посмотрите у нас тут подрез там подрез а деталь на самом деле одна перед нами спиночка обыкновенная спиночка выкройка платье номер один здесь не стойку не надо делать не подрезы здесь единственная вот этот подрез на рукаве точно такой как впереди мы его вместе рисовали поэтому мы не ошибемся и прибавка 6 сантиметров на вот эти вот вот на эти вот свободы моменты сзади тоже точно так как и впереди сейчас я начинаю выкраивать вы здесь не можете на шов прибавлять потому что здесь разрез я когда давала рукав с подрезом там очень многие мне написали а там же забирается высота все подскакивает ой мы восьмидесятые годы столько этих подрезов шили ничего нас не в нем не подскакивала вот так вот выглядит наш крой полочки видим да пока это выглядит очень странно но как после того как мы соберем все эти защипчики сметаем присоберем низ рукава рукава будут очень даже нарядные пышненькие здесь будет два таки небольшие защипчика я их паром уложу красиво видите линия уходит центрально она ляжет вот так по центру это все уберется на свое место и будет все как бы очень даже хорошо сейчас я вижу что эти вот складочки которые у меня пробные заложен на булавочках я немножко сдвину в сторону от выреза и мне кажется у меня недостаточно глубокий вырез но это на примерке определюся не беспокойтесь если мало вырезали потом вот это всегда можно углубить эту точку а так все у нас здесь хорошо на следующем видео мы сметаем на себя оденем я на себя одену я уже хочу такое платье народ не даром придумал поговорку с миру по нитку голым рубаха а если с миру по мысли а представляете сколько мыслей это же просто вообще как бы этот конкурс как бы мне расширил вообще границы мышления я посмотрела то что я одна могу там придумать и показать а то что могут все все это уже большая сила всего хорошего с вами были мы пауза михайловна вся наша команда